Всем привет дорогие друзья! Ну что у нас очередная мотивация на уборку. Сегодня у нас мотивация начнется с того, что я решила помыть конструктор этот блочный, так как постоянно девчонки играют на полу, руками щупают, кошки его гоняют по полу, бывает под диваном лежит и периодически я его замачиваю. Иногда бывает, что я его замачиваю прям в вот этих боксиках, но здесь я решила поступить немножко по другому. Я решила его прям разделить все детальки по одной и замочить целиком в ванной. У меня как раз оставалось средство Унигель, его совсем чуть-чуть и я решила его как раз допользовать. Написано, что это экологическое средство и я думаю, что для того, чтобы помыть игрушки, оно будет в самый раз и как раз я его допользую и будет хорошо и баночка освободится, место на полочке и игрушки помоются. Мотя пришел на проверку, проверяет, как обычно, только вода зашумит, все, Мотя тут как тут, сразу на проверку. Также я помою эти боксики, Мотя я только убрала, он опять пришел. Помою эти боксики и поставлю их тоже сушиться. И замочу прям на ночь эти игрушки, потому что вечером уже было время много, девчонок надо было укладывать спать, я их искупала уже и вот решила на ночь замочить игрушки. А утром их все сполоснуть, высушить и убрать на место. И вот набираю воду именно в баночку. Унигель этот я покупала в яблоке, у нас в магазин называется продуктовый супермаркет. И как бы много где возможно можно встретить это средство, оно в принципе хорошее, не имеет никакого запаха, не требует смывания. И здесь вот показываю, что Мотя все контролирует и коробочки наши сушатся. И поэтому оставляем его на ночь. Здесь у нас уже следующий день, я уже спускаю в воду для того, чтобы промыть все игрушки. Промывать буду под струей душа и складывать в боксик. И потом вываливать их на пеленочку для того, чтобы они просохли. Ксюша, когда была маленькая, я не особо прям сильно заморачивалась с мытьем игрушек. Потому что некоторые девчонки, я знаю, что они прям вот у них страхи, что вот все грязное, такой микробы кругом. Я просто периодически споласкивала, промывала, но не было такого прям до фанатизма не доходило, что прям каждую игрушечку мыло, кипятило и прочее. К кипячению у меня подвергались только бутылки, соски и так далее. А вот именно игрушки я просто мыла под водой и все. Раскладываем весь наш конструктор на пеленочку. Девчонки попутно, пока он сох, еще успевали в него играть. Но ничего, просох, все хорошо, так что сейчас он немножко подсохнет, а мы пока с вами поделаем другие дела. Сразу поставим стираться машинку. Все еще тестирую Fresh Bubble, универсальный гель для стирки. Очень нравится, приятный аромат именно эвкалиптом отдает. Если не использовать кондиционер, то прям вот эвкалиптом будет пахнуть. А если добавлять кондиционер, то, конечно, ароматы смешиваются и такого прям эвкалипта не чувствуется. Но мне иногда хочется прям аромат эвкалипта почувствовать, и поэтому я иногда не добавляю кондиционер. И ставим стираться нашу машинку. Убираю вот этот подносик с косметикой, потому что машинка у нас на оборотах начинает трястись, и все мои баночки падают за машинку. Также сразу пойдем помоем посуду. Губка, слушайте, вот эта губка, вот я не припомню даже, по-моему, больше месяца уже я ей пользуюсь. Даже, наверное, больше, дольше, точнее. И она все еще в идеальном состоянии. Я вообще довольна, при том, что их в комплекте было три штуки. И я еще один комплект из трех штук заказала на Fixed Price, купила. И вот я думаю, насколько же мне этих губок хватит. Она просто не изнашивается, не теряет свои свойства. Мне очень нравится. Так что, девчонки, кто еще не пробовал, попробуйте. Я думаю, вы останетесь довольны. В инстаграме я тоже спрашивала, девчонок пользуются ли они такими губками. То девчонки писали, да, пользуемся, довольны, тоже нравится. Кому интересно, мой инстаграм всегда ссылочка в описании под роликом, под всеми роликами. Или в комментариях можно найти, возможно, прикреплю. Главное, не забыть. Я избавилась от всех алюминиевых подносов металлических. И оставила только стеклянные, потому что они поддаются чистке и мойке намного лучше, чем металлические. Поэтому оставила только два стеклянных подноса, все металлические, кроме листа для выпечки, который шел в духовке в наборе. Остальные все избавилась от них. Домываем посуду. В этот раз раковину мыть не будем, просто сполоснем водичкой. Далее, здесь у нас уже, по-моему, это уже был следующий день. Здесь у нас нарезка кадров, получается, за несколько дней, потому что я уже в другой одежде. Я решила у Ксюши помыть стол. Я его сверху просто тряпочкой мою. Но вот именно там есть какие-то порезы, почему-то, я не знаю, мы вроде там ничего не режем на столе. Но вот именно какие-то потертости есть, и туда въедается именно черная, ну, грязь, пыль, да, вот такое вот все. Девчонки иногда лепят на нем, и получается, что он марается. Я его взяла просто мылом детским, из дезатора полила, и чищу щеточкой. И все хорошо у меня отмылось. Ножки тоже проходимся по ним. Я думаю, что этот столик нам еще долго прослужит, потому что Ксюшенька маленькая еще, за большим столом ей все равно неудобно будет, даже если она подрастет через годик рисовать. Пускай вот этот столик, сколько вот он прослужит, сколько она захочет, сколько он остался, чтобы пусть он стоит. Он в любом случае разбирается, если даже временно его куда-то убирать, в принципе, он компактно может храниться. Ножки просто приклеиваются на скотч, допустим, к дну стола, и все аккуратненько можно хранить на балконе. Поэтому я думаю, что если даже стол нам этот надоест, его можно будет в любое время убрать, а потом достать, если он понадобится. Далее здесь у меня, получается, Сережа с Ксюшей пошли Дашу провожать в школу, и мне за это время нужно было успеть сделать некоторые дела в гостиной, хотя бы поменять постельное белье, для того, чтобы уже время пришло, потому что менять его, и немножко навести порядок в гостиной. Прям не глобальный такой, а хотя бы поверхностный, какие-то такие горячие точки. Диванчик мы не собираем, потому что гостей мы никаких не ждем. Если мы знаем, что к нам приедут гости, то, конечно, да, мы собираем диван, приводим его в хороший вид, больше, чтобы место было. А когда мы знаем, что мы точно никого не ждем, то диван как-то мы не собираем. У меня были порывы того, что каждый день собирать диван, чтобы было красиво, траливали, но это вот как-то не про меня. Мне вот это, видимо, не настолько важно или не настолько нужно, что я поняла, что мне важнее удобство, что я могу в любое время взять, прилечь, полежать, с Дашенькой или с Ксюшей книжки почитать, или просто телевизор посмотреть, и как бы нам и так удобнее. Я помню, что многие спрашивали, вот, а зачем вы отдали детям две комнаты, а сами же спите в гостиной, это некрасиво там или еще что-то, что как бы дети должны в одной комнате быть, у родителей должна быть своя комната, а не проходная. Как бы не знаю, у меня в приоритете, что у каждого ребенка должна быть своя комната, свой укромный уголочек, потому что разница между детьми большая, 6 лет, интересы совершенно будут разные скоро, это если сейчас Ксюша с Дашей еще хорошо играют, а потом, когда уже у Дашеньки будет подростковый возраст, то я понимаю, что, конечно, разные интересы, разное времяпрепровождение будет, и мне кажется, что Дашеньке захочется укромный уголочек, где-то спрятаться, посидеть, друзей позвать, и поэтому я решила изначально уже сразу выделить им по комнате, ну а мы, в принципе, всегда находимся в гостиной, и нам эти комнаты, как бы, в принципе, не сильно-то и нужны, а поспать всегда можно и на диване, поэтому вот. Конструктор у нас с вами уже подсох, я его разбираю, сначала хотела его разобрать, что какие-то детальки отдельно, потом вот эти блоки отдельно, но потом уже поняла, что у меня по объему не помещаются все блоки в одну корзинку, и решила уже раскидать по обеим корзинкам все вот эти блоки. Конструктору у меня этому уже очень много лет, и то еще Дашеньке мы покупали, по-моему, ей года три было на Новый год, и вот он до сих пор в хорошем состоянии, никакие детальки не сломались, мне кажется, он вообще вечный. В принципе, очень удобный, интересный конструктор, хорошо развивает моторику, фантазию. Девчонки сейчас активно строят, даже Ксюша повторяет, какие-то маленькие фигурки, допустим, Дашенька строит, Ксюша уже за ней повторяет, строит точно такие же. И все с вами убираем. Также сразу протрем зеркало, спреем от Fresh Bubble для стекол и зеркал. Тестируем все средства. Я сначала думала, что это как обычное средство, будет жидко, как водичка, но нет, видите, здесь как бы пенка, здесь написано в инструкции, что 5-10 секунд подержать и потом протереть. Смывание не требует. Средство хорошее, разводов не осталось, мне понравилось. Это зеркало у нас всегда подвергается замаранием, маранием, пятнам различным, потому что Ксюша у нас очень любит гримасничать. Далее здесь у меня вот это моя нелюбимая зона, очень много собирается пыли на телевизоре. Почему-то вот прям это у нас супермагнит пыли. Во-первых, там кошки лежат внизу на самом нижнем ярусе, очень любят шерсть там собирается. И вся пыль реально только там и собирается, где телевизор. Все, электроника примагничивает всю эту пыль. И иногда бывает, что у меня прям даже рука не тянется протирать пыль, мне так неохота, потому что там это куча проводов, куча электроники, мне так неохота. Но нет, периодически, конечно, надо протирать, иначе можно так и от пыли задохнуться. Поэтому протираем с вами пыль. Я, конечно, в планах хочу переделать, точнее не переделать, а продать эту тумбу и сделать своими руками новую белую красивую тумбу. Но не знаю, насколько это реально, продать эту тумбу, потому что как-то выставляла уже, не особо был спрос на это. Поэтому не знаю, совершится у меня чудо с продажей этой тумбы или нет. Далее также поверхностно с вами пройдемся пылесосом, потому что пылесосом я прохожусь в течение дня, я не знаю, раз, наверное, пять. Потому что то Ксюша что-нибудь просыпет, то кошки бегают, клубы шерсти у них летают, то еще что-нибудь. Поэтому пылесос у нас активно используется в течение дня постоянно. Поэтому сейчас мы сильно не усердствуем, просто поверхностно успеваем пропылесосить для того, чтобы когда Ксюша пришла, было свежо в комнате. Далее здесь у меня уже Ксюшенька на дневной сон спать легла, Сережа лежит, телевизор смотрит, и поэтому я решила заняться своими делами. Здесь я распечатала правила для Даши, и решила их обклеить для того, чтобы они сохранились лучше. Такую пленочку я заказывала на Веллберест, ну и в принципе можно и в магазинах ее найти. Клейкая такая прозрачная пленка, очень удобно сохраняет вот именно бумажный формат такой, надолго без каких-либо повреждений. И будем прикреплять на досочку. Правила я пока что все, которые они изучают, сразу стараюсь объединять вот на одном листочке, чтобы было все понятно, взаимосвязано. Тем более тема одна за другую зацепляется, и там взаимосвязь чувствуется сразу. Ну и заодно сама повторяю все эти правила, потому что по русскому языку у меня была всегда тройка, и поэтому у меня сейчас какие-то слова я говорю неправильно, ударение ставлю, поэтому можно так сказать, я снова учусь русскому языку вместе с ребенком. Так что я очень извиняюсь сразу, если кого-то напрягает, то как я говорю, я не специально, просто у меня проблемы с произношением и с пониманием и прочим. Так что сильно не ругайтесь на меня. И развешиваем. Пока вмещаются правила, буду их развешивать, потом буду одни на другие заменять, либо делать какую-то папочку с файликами, для того, чтобы там уместились все правила. Думаю, будет удобно. И такая досочка у нас там также расписание прикреплено. И вот такая досочка у нас очень удобная получилась. Заказывала я ее на Озон. Кому интересно, могу дать ссылочку. Здесь я хотела порадовались, чтобы вы вместе со мной. У меня орхидея дала цветонос. Я очень рада и жду деточку. Посмотрим, что из этого выйдет. Здесь я показываю, как у меня обстоят дела в шкафу с документами, где они у меня хранятся и как сейчас выглядит эта полочка. И пока Ксюша спит, я решила навести порядок. Не то, чтобы прям порядок там как-то организовать именно по файликам, не по файликам, а просто мне нужно перебрать документацию, проверить все. Потому что документы, в принципе, я организовала уже очень давно. Еще когда мы жили в однокомнатной квартире, я купила специальные папочки, файлики. И тогда уже организовала, что у меня есть одна папка там с такими документами, другая с такими и прочее. И в течение жизни добавляла какие-то файлики, папочки. Вот у нас есть отдельные файлики и папочки с документами медицинскими. Я сейчас пересматриваю, от чего-то возможно избавляться буду. И здесь вот у меня на ускоренном режиме, потому что там 40 минут я сидела, перебирала. Я уж не стала слишком медленно делать, для того, чтобы не сильно много времени ролик занимал. И поэтому мы быстро-быстро все перебираем. Кстати, я вот про файлики. У меня там будет кадр, где у меня много-много-много файлов. Я так задумалась. Думаю, вот раньше у нас, я помню, когда у меня даже дома еще не было компьютера, а уж принтера и подавно, мы делали доклады. И чтобы положить доклад в файлик, мне надо было идти в распечать, купить один файлик за 50 копеек, взять, сложить этот реферат, и потом обратно еще принести этот файлик. И я его хранила. Не тратила, не мяла никак. И все. Вот как-то вот раньше с этим было, как-то вот бережно относились, меньше покупали. И там, а сейчас у меня этих файлов, господи, я готова их раздавать. Потому что, я не знаю, мне мама отдавала, у нее на работе там много файлов она привозила. Потом просто какие-то документы перебираю, там еще что-то. Мы сами, по-моему, я диплом писала, файлов много покупали. Поэтому эти файлы копятся, 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 копятся. Их такая куча, так их много. И вообще завалилась я уже файлами этими. Поэтому особо мятые сильно. Я уж не стала их сохранять. И буду расхламлять. Здесь я расхламляю документы. В основном у меня категории это медицинские документы. Документы касательно какие-то гарантийные, которые большого формата, не маленького. И они нуждаются вот именно в файликах, чтобы так храниться. Какие-то копии документов, которые, чтобы не дублировать снова, не распечатывать, храню еще тоже в файликах. Какие-то договора, какие-то еще у нас документы тоже. Также есть у меня отдел с занятиями. Раньше я по этой методике занималась с Дашенькой, когда она была маленькая. По логопедии у меня очень много занятий. Кому интересно, можете мне написать в личные сообщения, где-то в Инстаграме или ВКонтакте. Я вам могу скинуть прям архивом много логопедических заданий. Девчонки меня некоторые спрашивали, просили, я им скидывала. Кому интересно, у кого страдает L, R, SH. Поэтому могу скинуть вам информацию. Там много занятий, много разной информации. Кому интересно, можете мне написать в личные сообщения. Я вам скину все эти файлы. Как видите, у меня целая папка, даже две папки с этими файлами пустыми. Куда уж мне их столько. Я, конечно, понимаю, что они потом пригодятся. И Дашей, и мне, возможно, пригодятся. Но вот пока что у меня просто они стоят в этом держателе и занимают место. Но избавляться почему-то жалко, потому что сейчас у нас вроде один файл, один рубль стоит. И поэтому как бы столько файлов тратить. Просто выбрасывать не хочется. Здесь у меня тоже еще есть обложки для тетрадок. Но обложки у нас остались с первого класса. А новые обложки у нас учительница снова закупала. И эти обложки у нас остались. Я их тоже не выкидываю. Они в хорошем состоянии. Вдруг пригодятся кому-нибудь. И здесь у нас тоже и бумага для печати. И все, и все. В общем, все вроде нужное. Все, что не нужно, я уже давно от этого избавилась. Мне здесь просто нужно было навести порядок. Свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака у меня сохранятся в таких вот книжечках покупных. Очень удобно, красиво. И здесь я показываю, что у меня получилась куча вот файликов небольшая. Три или четыре файлика там у меня получились. И бумагу я отнесу в макулатуру. В этот раз мы забыли сдать макулатуру, так что копим до следующего раза. И вот так как это внизу у меня полочка, шкаф практически всегда открыт. Не знаю почему. Почему-то вот забываю на автомате закрывать его. И я, у нас там Сима любит очень сидеть. И опять от нее шерсть. И получается, что пыль тоже быстро скапливается. Тем более постоянно ходим, пыль летает и все туда примагничивается. Составляем наши держатели для документов. И вот такой у нас порядок получился. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Я надеюсь, я вас хоть немножко смотивировала. Вдруг вы захотите тоже привести в порядок свои документы. Или просто навести рутинный порядок в квартире. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю. Всех целую. Не теряйте меня. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok